С рождения по детским домам, с юности по интернатам. Так складывала жизнь у Николая. Его бросили еще в роддоме. С тех пор прошло 27 лет. Сейчас он один из тех, кто с оружием в руках защищает свою страну. Правда, чтобы добиться такого права, Николаю пришло сначала повоевать в кабинетах. По закону Украины, сироты освобождены от призыва в армии. Видимо, поэтому брать Николая на службу военкомы не спешили. Не было потребности. Но когда началась война, такие, как он, оказались наоборот кстати. Единственной загвоздкой на пути к военной мечте была прописка в паспорте. Николай родом из Луганска. А жителей этой области военкомы проверяют с особой тщательностью. У меня украинский паспорт. Открыл его, вижу украинский флаг. Думаю, чего, какой. Я пойду туда, если я здесь родился. Это моя земля. Да, я не спорю, там правительство, вот это все. Ну, это свои шишки. Но я здесь, я украинец. Николай попал в роду снайперов. Обучали его профессионалы из Грузии. После учебно-полевого центра оказался на передовом блокпосту в Новотошковке, что в Луганской области. Там его и ранили. Прямо под ногами у бойца разорвался снаряд от гранатомета. Будучи на реабилитации в госпитале, волонтеры организовали для бойца экскурсию по Львову. Там парень повстречал свою невесту. Просто не знаю дальнейшую судьбу у родителей. Живы они, не живы. Если их нет, уже живы. Получается, я один-единственный в своем роде. Получается, я сказал, что мне нужен наследник. Она сказала, хорошо. Так Николай обрел семью. Говорит, как только закончится война, он сразу же поедет в свой новый дом. Теперь у него он во Львове, рядом со своей будущей женой. Ольга Калиниченко, Илья Никонов. Специально для Настоящего Времени из Луганской области. Редактор субтитров А.Семкин